Трое погибших, один в тяжелом состоянии. На советском тракте произошло ДТП. Один из водителей предположительно был пьян. Где-то стоит вода, а где-то асфальт ушел под землю, но ремонты никто не обещает. Сегодня съемочная группа Первого городского канала вышла в рейд по состоянию тротуаров города. На них поступает много жалоб от кировчан в последнее время. Кировстад заявил об увеличении среднемечечной зарплаты в регионе, но поправился, что увеличение это съела инфляция, а спровоцировало повышение МРОД. Обвиняют в 11 эпизодах действий сексуального характера и изнасилований в отношении несовершеннолетних. Дело бывшего директора пляжа «Титаник» обросло новыми подробностями и уже передано в суд. Проблем и претензий было много, но справиться удалось. Сегодня Дорожная комиссия приняла улицу Урицкого, которую ремонтировали в этом году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». О событиях пятницы 17 августа расскажет информационный канал «Город» в студии Артем Миронов. Здравствуйте! Трое погибших, один в тяжелом состоянии. На советском тракте произошло ДТП. Один из водителей, предположительно, был пьян. Авария произошла в третьем часу дня в пятницу на 26-м километре советского тракта. Столкнулись «Форт Торнео» и «Лады» 99-й модели. Водитель база, предположительно, был пьян и выехал на встречную полосу, где и совершил лобовое столкновение с фургоном. В результате ДТП погибли водитель автомобиля и пассажир 99-й. Еще один пассажир «Лады» госпитализирован в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По мнению автоинспекторов, август из года в год отличается высоким количеством ДТП с тяжелыми последствиями. В связи с этим сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Где-то стоит вода, а где-то асфальт ушел под землю, но ремонты никто не обещает. Сегодня съемочная группа Первого городского канала вышла в рейд по состоянию тротуаров города. На них поступает много жалоб от кировчан в последнее время. У ДК «Космос» на улице Пугачева озеро, которое появляется после каждого дождя, вынуждает пешеходов каждый раз искать пути обхода. А как вы обходите здесь? Мы всеми возможными путями. Либо по парку, либо вот там, с той стороны. Местные жители говорят, что эта лужа здесь находится с тех пор, как был построен ДК «Космос». Кстати, и руководитель Дома культуры отказался что-либо комментировать. А на перекрестке Орловской и Ленина идти можно, но очень осторожно. Много грязи и крупных камней оставили после себя коммунальщики. По всей видимости, ремонтировали трубы и очень торопились отсюда уйти. Очень плохие. Где-то полмесяца, наверное, да, уже. И никто ничего не делает? Нет. Состояние тротуара? Не нравится. Не нравится? Да. Ну, вообще, отвратительно. Ну, ужасно. Вот посмотрите, в сандарях можно ногу тут оставить. Так я вот когда родился здесь в 92-м году, так так и было. Помимо потопов и разбитых дорог, жалобы приходят и на провалы в грунте. Обращения касаются и улиц Казанской, Московской, Милицейской, Ульяновской, Комсомольской, Труда и многих других. Напомним, в этом году городадминистрация приняла решение отремонтировать только 20 тротуаров по всему городу. Перечисленных проблемных участков в списке нет. Кировстат заявил об увеличении среднемесячной зарплаты в регионе, но поправился, что увеличение это съела инфляция, а спровоцировало повышение МРОД. Подробности далее. Эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». По данным Кировстата, в этом году в регионе увеличилась среднемесячная зарплата на 10% и составила почти 27 тысяч рублей. Раньше она была на отметке в 24,5 тысячи. Но специалисты добавили, что спровоцировали этот рост, скорее всего, массовые отпускные выплаты, законодательное повышение минимального размера оплаты труда. А самое интересное, что инфляция при этом всем составила почти 8%. Кировская область нуждается в учителях на сайте Министерства образования Кировской области. Самые востребованные вакансии оказалась в должность учителя иностранного языка. Требуется 34 преподавателя. Также 20 вакансий открыты на должность учителя математики и начальных классов. Учителя ОБЖ оказались самыми невостребованными. Области нужен только один – знаток безопасности жизнедеятельности. Ремонты дворов затягиваются за полтора месяца до окончания сезона. Ремонтов в управлении городского хозяйства определились пока только с подрядчиками, их четыре. Впрочем, не сообщается ни о старте дворовых работ, ни о количестве объектов, которые планируется восстановить в этом году. Напомним, Илья Шульгин поручал своим заместителям выполнить все эти работы до конца сентября. На выходных в Кирове пройдет фестиваль «Эйо». В Кирове он будет проходить уже в четвертый раз. В рамках мероприятия пройдет показ костюмов, сценические, танцевальные и вокальные выступления. Организаторы в этом году ждут больше полутора тысяч гостей из девяти регионов России. Фестиваль «Эйо» начнется 18 августа с 11 утра в Доме культуры «Космос». Исполнилось 90 лет со дня рождения основателя ансамбля народного танца «Дымка» Бориса Кубринского. В честь этой даты творческая группа «Дымки» планирует собрать всех почитателей народного танца на юбилейный концерт, где покажут свои самые лучшие номера. Мероприятие состоится 24 ноября в 15.00 в ДК «Родина». В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Три человека получили травмы в ДТП на улице Советской в Нововятском районе. Там столкнулись «Хёнде» и «Автобус». Все подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Авария произошла утром 16 августа у дома 73 по улице Советской. 36-летний водитель «Хёнде Акцент» неудачно выполнил обгон. «По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Хёнде Акцент» при выполнении маневра обгон не справился с управлением. Совершил касательное столкновение с попутным автобусом «ЛиАЗ», после чего совершил съезд с проезжей части и наезд на дерево. В результате происшествия сам водитель автомобиля «Хёнде» получил травмы. Его 35-летней женщине-пассажирке потребовалась госпитализация. Также в ДТП травму получила 56-летняя женщина-пассажир автобуса. В Кирове разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло 10 августа около 11 вечера на перекрестке улиц Воровского и Горького. Там столкнулись два автомобиля ВАЗ 99-й модели «Калина Кросс». По словам пострадавших, из «Калины» они двигались прямо по Воровского в сторону Чапаева. При повороте в них врезалась женщина за рулем 99-й. «Мы под зеленой прямо ехали. Они даже не тормозили с поворота, на поворот пошли сразу к нас». «Разворот или поворот у них?» «На поворот они пошли сюда. С Воровского на Горького встали, поворачивали». «Левый, все понятно. И пострадавший есть у вас?» «Ребенок у нас, да». «Сильно?» «Вроде она присела, но она стукла настолько, все равно. В «Калине» пострадал ребенок у автомобиля вмятины. По словам пострадавшей стороны, изначально автоледи на 99-й признала вину, но затем изменила показания в ГИБДД, узнав, что, возможно, камеры на перекрестке не работают. Сейчас ищут очевидцев аварии за вознаграждение. Если вам что-либо известно, то звоните по телефону на экране. Весьма неблагодарным оказался собутыльник, которого пустил к себе ночевать жилец дома по улице Левитана. Мужчина напоил, накормил и выделил спальное место незнакомцу. А тот решил обокрасть хозяина. Дело закончилось ножевым ранением и разборками в полиции. «Он у меня вещи стал с дома выбирать. В пакет собрал и понес. Я на него, он меня с кухни забрал, нож на столе лежал. Вот хотел меня ощутерять, у него лезвие вспотел, он мне все порезал. Кусал зубами, чтобы я лезвие отпустил, я не отпускал все равно». Сейчас по факту нападения проводится проверка, подозреваемому грозит уголовная ответственность. Обвиняют в 11 эпизодах действий сексуального характера и в изнасиловании в отношении несовершеннолетних. Дело бывшего директора пляжа «Титаник» обросло новыми подробностями и уже передано в суд. По версии следствия, 69-летний Игорь Глухих в июле прошлого года неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении четырех девочек, которым не было 14 лет. А в сентябре изнасиловал 14-летнюю девочку. Все это он делал прямо на работе, то есть в помещении центра отдыха «Титаник». Со всеми потерпевшими бывший директор пляжа знакомился на улице, а затем предлагал подработать за символическую плату. «Таким образом, в общей сложности обвиняемым было совершено 11 эпизодов преступлений в отношении пяти несовершеннолетних. В ходе следствия следователи Следственного комитета проверили необходимые следственные действия, установили обстоятельства произошедшего». Несмотря на то, что следователи собрали достаточно доказательств, Игорь Глухих свою вину не признает. Говорит, все девочки его оговаривают. Сейчас бывший директор пляжа «Титаник» находится под стражей. Уголовное дело уже направлено в суд. Проблем и претензий было много, но справиться удалось. Сегодня дорожная комиссия приняла улицу Урицкого, которую ремонтировали в этом году по федеральной программе «Безопасные качественные дороги». В ходе работ, по словам подрядчиков, возникало много претензий и пожеланий, как со стороны жителей города, так и городадминистрации. В частности, было поручено расширить в ходе ремонта часть дороги, а также поднять проваленные люки. Подробности в материале. Чтобы принять отремонтированную улицу Урицкого, дорожная комиссия замеряла уклоны и наличие неровностей на свежем асфальте. Его качество уже проверили в специальной лаборатории. На участке от Горбачева до Красноармейской подрядчик провел фрезерование, уложил два слоя асфальта, обустроил съезды и частично поменял старые бордюры на новые. Также рабочие признаются, что сложностей с ремонтом этой дороги было достаточно. В процессе работы возникли пожелания администрации об уширении улицы от Горбачева до Орловской. Дополнительно были выполнены поднятия горловин колодцев, тоже не учтенные в первоначальном техническом задании. Ну и ко всем там еще проблемам, значит, были раскопки на этой улице. То есть тоже мы чуть-чуть ждали, когда закончат сетевики свои работы. Тем не менее, подрядчики выполнили ремонт улицы Урицкого досрочно. Она стала 40-й из 82-х, которые должны отремонтировать в этом году по федеральной программе. В городадминистрации говорят, претензий к подрядчикам пока нет. Они работают в круглосуточном режиме, так как позволяет погода. На сегодняшний день в целом, если говорить по реализации этого проекта, по ремонту улиц в городе Кирове, значит, к 31 августа у нас заканчиваются первые два больших муниципальных контракта, которые были заключены еще в марте месяце. Все подрядчики города Ромостроя и Вятские автомобильные дороги ведут сейчас работы на улице города. В принципе, работы происходят в рамках тех графиков, которые были определены изначально. Готовность тех объектов, которые сейчас ремонтируются, составляет уже порядка 80-90%. На сэкономленные деньги в этом году дополнительно отремонтируют еще шесть дорог. Работы уже идут на Октябрьском проспекте, в микрорайоне Радужный, на улице Порошинской. Также среди дополнительно отремонтированных и улица Красина. Два участка на трассе Киров-Русская, улица Стахановская. Вседорожные работы должны быть выполнены до конца сентября. Артем Миронов, Никита Рябенков, информационный канал «Город». Такой была эта пятница, 17 августа. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 470706. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова, первый городской канал». В студии для вас работал Артем Миронов. Увидимся в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова